Девушки отдыхают По словам горожан, лужа появилась два года назад, когда на участке через дорогу началась стройка. Весной и осенью вода собирается на проезжей части и течет прямо под старенькие деревянные дома. А прохожих то и дело обливают грязной водой автолюбители. Вчера пошла в магазин, позавчера пошла в магазин, облили с ног до головы, я пошла в куртки, лицо все, все. И так обидно, знаете, видеть, что идет пожилой человек, ну как-то ведь можно было бы, да, ну как-то хоть скорость снизить. Нет. На все это, на все мощи. И домой вернулась. Я сейчас сижу и думаю, ну вот как дальше жить? Когда вот эта лужа, она вот, она уйдет, она или не уйдет. Никто этим не занимается. Жить у реки для кого-то это мечта, а для кого-то суровая реальность. Они верят, что вы снимаете, да, и поэтому они едут аккуратно. Жители Древлянки утверждают, что еще совсем недавно рядом с 46-й школой был стадион. Однако на днях сюда пришли рабочие, убрали футбольные ворота и приступили к установке строительных ограждений. И вот этот последний кусочек надежды нашей земли уничтожается за счет строительства там, где идет вот это точное строительство, которое нам, жителям Древлянки, не нужно. И самое главное, что без оповещения, без информации, без обсуждения нас никто не слушает, не принимает во внимание и мы остаемся у разбитого крыта. В 2008 году этот участок земли выделили под строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Однако полтора года назад вместо ФОКа здесь стали возводить многоэтажку. И вторая не за горами. Говорят, власти Петербурга постоянно сражаются с сосульками и каждый год проигрывают эту битву. А вот жители Петрозаводска настолько суровы, что сосулек не боятся. Другое дело – пилястры. Пилястрами обычно называют четырехгранные полуколонны. Одной гранью, встроенные в стену. Если такой архитектурный элемент рухнет вам на макушку, ощущение будет явно не из приятных. Поэтому городские власти и предупреждают – держитесь подальше от пилястр. Если вам есть что рассказать, звоните по телефону 533-232. Давайте делать новости вместе.